Всем привет. Вы на канале Политический новостник. Приятного просмотра. США прощаются с нефтяной промышленностью. Конец сланцевой революции. Перед началом поддержите нас лайком и подпиской на канал. Будем очень благодарны. Ну а мы к теме выпуска. Американские энергоэксперты склоняются к мысли, что эпидемия коронавируса ознаменовала бесславный конец сланцевой революции. Добыча нефти в крупнейшем на территории США Пермском бассейне снижалась и раньше, но сейчас этот процесс приобретает характер общенациональной катастрофы. По подсчетам Артура Бермана, одного из ведущих западных специалистов в области энергетики, для большинства американских нефтяников игра окончена. Уже этим летом общие объемы добычи нефти в США могут упасть с 12 до 5,5 миллиона баррелей в сутки. И винить в этом американцы должны не Россию, Саудовскую Аравию или COVID-19, а сами в себя. Артур Берман, геолог-нефтяник с 36-летним стажем, консультант нескольких топливных компаний и один из последовательных критиков американской сланцевой революции. Согласно его расчетам, к концу второго квартала этого года нефтегазовый комплекс США может постигнуть настоящая катастрофа. От 12 миллионов баррелей в сутки, которые американцы добывают сегодня, останется всего 5,5 миллиона. Для большей части нефтяной промышленности США игра окончена, утверждает Берман. Совсем иначе ситуацию оценивают в Управлении энергетической информацией Минэнерго США, здесь ожидают, что по итогам 2020 года добыча нефти сократится только до 11,76 миллиона баррелей в сутки. Но есть одно но, управление энергетической информацией не просчитывает риски скорого исчерпания мировых мощностей по хранению черного золота. А ведь к этому все идет. Сокращение добычи нефти странами ОПЕК плюс недостаточно, чтобы выровнять баланс спроса и предложения. Из-за низкого потребления мировой рынок углеводородов по-прежнему перенасыщен, хранилища стремительно заполняются. В Южной Корее резервов уже не осталось, то же самое на днях может произойти с Индией. Для России эта проблема тоже актуальна. Недавно появилась информация, что российские производители нефти договариваются с РЖД о хранении своей продукции в железнодорожных цистернах. Такой же вариант прорабатывают американцы, а саудиты предпочитают использовать танкеры в качестве плавучих хранилищ. Одна из причин, по которой майские фьючерсы на нефть марки WTI опустились до отрицательных значений, опасения по поводу скорого заполнения хранилищ в Кушинге, штат Оклахома. Хотя официальные данные свидетельствуют о том, что до кризиса еще далеко. Сейчас нефтяные хранилища США заполнены на 61%. Залить в них можно еще 250 миллионов баррелей. Но, во-первых, статистика американского Минфина сама по себе вызывает сомнения. Во-вторых, физическая заполненность нефтехранилищ может не отражать реальную картину. Анонимные тройдеры, на которых ссылаются западные СМИ, утверждают, что свободные резервуары в том же Кушинге по факту уже законтрактованы. Как бы то ни было, в экспертной среде всерьез рассматривается вариант, при котором уже в мае свободных мощностей по хранению нефти на планете просто не останется. Тогда страны ОПЕК плюс окажутся перед необходимостью согласовывать новое снижение добычи нефти. А в странах-экспортерах, которые не участвуют в картельном сговоре, это будет происходить естественным образом, под влияние неблагоприятной ценовой конъюнктуры. Этого и добивался Дональд Трамп. Вопрос лишь в том, какие именно объемы черного золота американцы будут вынуждены убрать с рынка. По мнению Артура Бермана, вторая плохая новость для нефтяной промышленности в целом, и американской в частности, заключается в том, что во второй половине года не произойдет стремительного восстановления спроса на энергоресурсы. Я сомневаюсь, что будет восстановление спроса в третьем квартале, несмотря на возобновление бизнеса во втором. Этого не произойдет, потому что мы находимся в глобальной депрессии, безработица останется высокой, а потребители пострадают от отсутствия доходов в течение нескольких месяцев карантина, пишет Берман. Если он прав, то стратегия американских сланцевиков, кое-как продержаться до восстановления спроса и роста цен на углеводороды, оказывается лишена смысла. Слишком долго придется ждать, а кредиторы и вовсе ждать не собираются. Уже сегодня нефтепромышленники должны выплачивать многомиллиардные долги. Вся американская сланцевая революция построена на заемных средствах. Денег у них, разумеется, нет. Теоретически можно брать новые кредиты, чтобы рассчитаться по старым, но найти спонсоров для этой сомнительной затеи очень непросто. Если вообще возможно. Прямо сейчас компания Пермского бассейна, главного символа американского сланцевого чуда, избавляется от десятков тысяч ненужных сотрудников. Вскоре счет может пойти на сотни тысяч. Телеканал CNBC предупреждает своих телезрителей, потрясения в нефтяной промышленности только начинаются, худшие впереди. Как спасти завоевание сланцевой революции? Один из вариантов предполагает, что так называемая большая нефть просто поглотит маленьких независимых производителей, скупит их буквально за долги. Но отнюдь не все отраслевые эксперты верят, что это возможно. Даже самые стойкие игроки на рынке углеводородов сегодня не в тех кондициях, чтобы расширять свой бизнес. Особенно рискованно заниматься поглощениями в ситуации, когда никто не может дать точных прогнозов восстановления цен на нефть. Поэтому аналитик компании Франклин Темплтон Брайан Диффенбахер ожидает, что слияние и поглощение будут носить характер исключительных случаев, а не широко распространенной отраслевой тенденции. Кому-то, возможно, это поможет спастись от неминуемого краха. Остальным придется пожалеть о том, что когда-то они затеяли рискованную игру с осланцами. Придет ли на помощь Трамп, апологет концепции американского энергетического доминирования. Вроде как собирается. Уже не раз он заявлял, что не допустит уничтожения великой нефтяной промышленности США, и даже пообещал презентовать конкретный план оказания антикризисной поддержки отрасли. Хотя сделать это следовало бы уже давно. Почему хозяин Белого дома никуда не спешит? Или просто не может протащить решение о выделении сланца Эвикам многомиллиардных суд? Американский истеблишмент живет не на другой планете. Он точно так же задается вопросом, нужно ли вкладывать деньги в это сомнительное предприятие? Разумно ли надувать дальше этот сланцевый пузырь, может пришло время ему лопнуть? По информации западных СМИ, которые ссылаются на источники в Белом доме, люди из ближайшего окружения Трампа винят в проблемах американской нефтянки Саудовскую Аравию. Правящий дом Саудов действительно наломал дров, когда на волне эпидемии коронавируса решил утопить мир в дешевой нефти. Но за бедственное положение заокеанских сланца Эвиков в ответе ни шейхи, ни русские и даже ни эпидемия коронавируса. Виноваты сами Соединенные Штаты, которые помешались на идее экономического роста. В ответ на замедление темпов роста производители энергоресурсов загоняли себя в кабалу, рассчитывая выбраться из нее в будущем. По мнению Бермана, спасать их не нужно, напротив, следует прекратить игры с нефтью и учиться жить в условиях новой поствирусной экономики. Иных вариантов у США не остается. Сегодня РК снова задается вопросом, не пора ли Америке внести свой посильный склад в стабилизацию мирового рынка нефти. Причины лежат на поверхности, в условиях беспрецедентного падения спроса, вызванного эпидемией коронавируса, сделка ОПЕК оказалась бессмысленной. Общими усилиями Россия, Саудовская Аравия и их партнеры убирают с рынка 9,7 миллионов баррелей в сутки, в то время как потребление, по самым оптимистичным оценкам, сократилось на 20 миллионов, некоторые эксперты говорят о 30-35 миллионах. Причем на цены давит не просто дисбаланс между спросом и предложением, а факт стремительного заполнения мировых хранилищ. Нефть физически некуда девать. Из-за этого американские компании, к примеру, договариваются с железнодорожниками об аренде вагонов. Кто-то превращает груженые танкеры в плавучие хранилища черного золота. Количество таких танкеров, которые застряли возле берегов Европы, исчисляется десятками. Уже через месяц в мире могут закончиться последние резервы для хранения нефти. Вероятно, именно это спровоцировало панику и проседание майских фьючерсов на нефть марки WTI до отрицательных значений впервые в истории. Произошло это как раз накануне заседания Техасской железнодорожной комиссии. До этого были общественные слушания, на которых одни нефтепромышленники выступали против централизованного сокращения, а другие настаивали, что это единственно правильное решение. Нам нужно 30 долларов за баррель, чтобы выжить. 20 долларов будут означать 80% банкротств компаний, 250 тысяч человек потеряют работу. Да, при 30 долларах отрасли будет нанесен серьезный ущерб. Но она, по крайней мере, выживет в ожидании окончания коронавируса и восстановления спроса к концу 2020 года, заявил глава Pioneer Natural Resources Скотт Шеффилд. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подпишитесь на канал, чтоб всегда быть в курсе свежих и интересных новостей. До встречи.